К проблеме жары этим летом добавилась еще одна – дым от горящих торфяников. От запаха горя особенно страдают дети. И если в утренние часы концентрация вредных веществ в воздухе на границе нормы, то вечером и ночью дышать становится трудно. О том, как сохранить здоровье будущей мамы и малыша в экстремальных условиях, выясняла Юлия Шпиль. Уже почти неделю город погружен в угрожающий смог. В выхлопные газы автомобилей, дым, раскаленный асфальт. Тягучий ядовитый воздух. Каждый вдох дается с трудом. И в этих условиях приходится жить. Жару переносят плохо практически все. Беременные женщины тем более. Изнуряющая погода и дым от пожаров создают нешуточный дискомфорт для будущих мам. Подобные условия становятся одним из основных факторов риска преждевременных родов. У Ирины Водолажской на 35-й неделе начались схватки. Женщина была госпитализирована в Люберецкий роддом. Сейчас она под наблюдением врачей. В жару дома с вентилятором в кровать. Выходила на природу, дышала свежим воздухом, там где прохладнее, в теньке. То есть так переносила. В июле в Люберецком роддоме женщин с угрозой преждевременных родов гораздо больше, чем обычно. Кислородное голодание, отеки, ранние схватки – результат погодных условий. Мне кажется, это только жара. Потому что невозможно себя хорошо чувствовать просто при такой жаре. Человеку-то не беремену, наверное, тяжело. А когда ты еще носишь ребенка, вдвойне тяжелее. Жарку погоду очень хочется пить. Но врачи советуют не злоупотреблять питьем, дабы избежать отеков. Воду лучше пить подкисленной. Больше отдыхать, есть овощи и фрукты. Принимать почаще душ, носить как можно более легкую одежду из натуральных тканей. Но необходимо соблюдать все-таки водный режим. Несмотря на то, что хочется пить и есть возможность пить много жидкости, все равно нужно себя немножко воздерживать. Потому что беременные женщины и без того склонны к отекам. К отекам в летний период склонны не только беременные женщины. То есть нужно воздерживаться от излишка воды. Принимать побольше, может быть, фруктов. То есть минеральные воды без газа. Но опять же в умеренных очень дозах. Задымленный воздух тоже неблагоприятно влияет на течение беременности. И здесь нужно быть осторожнее. Особенно тем женщинам, которые страдают бронхиальной астмой либо аллергическими реакциями на дым и запахи. В этих случаях врачи советуют как можно реже выходить на улицу, завесить окна влажной тканью, по возможности установить кондиционеры. При выходе надеть маску. Тем женщинам, которые не являются аллергиками и никогда не было аллергии, но мы никуда не денемся, им все равно нужно гулять. Им нужно выходить из дому. Желательно надеть маску. И все-таки не так много быть в те моменты, когда вот эта задымленность. Потому что она у нас сейчас, как правило, утром и вечером, днем вроде бы как-то она немножечко рассеивается. Если есть возможность уехать куда-нибудь на дачу, в то место, где нет задымленности, то лучше, конечно, поехать туда. Сейчас в Ливерецком районе горят поля. По данным пожарной службы, огнем охвачено около 10 гектаров земли. Спасатели борются с огнем. Задействованы все единицы спецтехники. Пожарные не дают никаких прогнозов. Остается уповать на снисходительность погоды и соблюдать меры предосторожности.